Сижу читая Пророков, Даниила читал, Житие его почитал сейчас. Смотрит, чем Игнать Тихонов сейчас занимается. Сидит в необычной позе, там он у спаля, он отдыхает над голубями, тешится довольная. То ли охраняет их, то ли что, не знаю. Игнать Тихонович, почему в такой необычной позе сидите? Напугался как. Михаил Каримов позвонил мне и говорит, что у вас кровь застоялась, ноги-то там внизу, а еще я их там поджимаю. Надо, говорит, сделать так, чтобы ноги были на уровне бедра. И тогда дело пойдет лучше. Эти вены-то, которые сузились, давление, у меня вот эта опухшая нога была, сейчас почти одинаковая, а второй день только. Ну, кроме того, там Игнатьев Григорий выходил, показывал, как полотенца сложить, я это все делаю. Ну, тут не подходит он считает, раз, два, три, там же часами надо, а это ничего не надо. Мне главное, чтобы время мое не отняли. И что Михаил сказал, я говорю, я это принимаю. И вот вторая идея, ну, вчера маленько я позанимался вот так вот, стул туда поставлю, сюда. Как поставить-то? Мне главное-то вот это, если я дальше не достаю, сейчас только переставлю сбоку, буквы съезжаются, не знаю, переставлял, наверное, 10 раз. Теперь взял пальто, вот я его перевязал, вот этот вот стул, а стул был другой. И вот там вот ребри, который, видать, где-то, а вон ножки прямо стоят, и он вот так вот, и вот это свалил у меня здесь колонки, и там даже процессор засыпил, и нет. Вот, теперь я взял вот этот, с этой, и два валенка положил. Оно меня как бы ограничивает, я ногой туда не лезу. И он говорит, вот так надо вытягивать, потом вот так. Мне это все подходит. Вот второй день я, а что тут меня давит-то? Да не еще валенок, ну, ноги-то одинаковые. И теперь я, у меня первая книга, которая вышла, это стихи, называется «Церковь, свобода, тюрьма». Ну, книжечка небольшая, но это первая такая была. Сейчас я скажу, что тут у меня. Триста шестьдесят, триста шестьдесят, триста шестьдесят, триста шестьдесят, триста шестьдесят страницы. Тут некоторое написано, пение положено, это отец Нафанавил Судников так сделал, примерно десять. Это не просто так. Голубь-голубка, дальше здесь назначение музыки. Видишь, какие это? Враг-друг прокоршена, гори-гори костер на костре. Так, строительный отвес, богослужение на русском, на понятном. Это много работы надо было. Вручную это все делать надо было. Ну, конечно, и на этой технике. Ну, вот так. А сначала было не так. Колыбельная. Стоит царковушка. Ну, короче, так. И здесь алфавит, как стихотворение идут. Триста с чем-то. Список по алфавиту. А это постранично. Видишь, сколько работы сделано много. А у меня отдельно, кроме этого, стихотворение 4 тумба. Каждый тумб по 800 страниц. А я у меня где-то вот здесь вот могу даже показать стихи. Где-то здесь вот написано. Стихи 4 вместе. Не видно тебе. Тут мне найти-то не так просто. Фото, кто. А вот, стихи. Ну, это не этот. Тут много так. 3467 стихотворений, кроме вот этих. А, вот они. Нашел 4. Вот. Вот если я вот этот отложу. Ну, хотя бы первый здесь показать. Какой. А-а-а. Как же. 4. Получение святых. Опять не то. Прямо даже жалко, что не то. А что же делать-то? Как найти? А найти вот как можно. Зайти в это. В Word. Дальше. Зайти в свой канал. Вот он канал мой. О! И тут зайти в сайт. Последнее. А в сайте. А вот тут и будут как раз. Аудио, видео, стихи. Вот я нажимаю. Ага. Вот они, 4 тома. Проповедь в стихах называется. Первый том, второй, третий, четвертый. Каждое стихотворение 9 куплетов. 4 строчки в куплете 36. Эпиграф из Библии. То есть полностью все занято. Вот я первый том открываю. Откроется? Нет. Так, просмотреть, сохранить, скачать. Да что, не открывается, что ли? Вот видишь, как просто. Проповедь в стихах. Вот оно, первое пошло. По благословению Акима Лапкина, благочительного церкви Алтайского края РПЦЗ. Это первая книга. Вопросы. Вот такая фотография. Что-то кверху смотрю. Еще волосы были, кудри бьются. Стал вопрос о восполнении этой книги. Вот стихов тысячи экземпляров. Церковь, свобода, тюрьма. Вот оно тут и идет. Ну а дальше. Пример к себе своим воображением. И по 700, кажется. Так, 700 это две. Нет, не по 700. Побольше, маленький с чем-то. Вот это стихотворение, которое каждое 9 куплетов. Библия на русском языке. Все это божественное. После каждой строчки вместо писания, откуда взято, открытым текстом о рождении свыше. Иоанна 3.3. Без веры во Христа мы стали псами. Матфея 15.26. А веры только в тех, кто с Бога слышит. Римном 9.17. Ну это пейджмейки надо открывать. Это не всегда такое бывает. Я сейчас опять вернусь на свое. Сейчас что я делаю? А делаю следующее. Чтобы послать кому-то эту книгу, просят, а она в один экземпляр и тысяча экземпляров, она разошлась прям мгновенно. Издавать я ее не буду, а в интернетной версии-то я и могу ее послать. А поэтому мне надо сейчас ее проверить, где буквой Е слышится ее поставить. А так как у меня здесь шрифт другой, то она не совпадает с этими страницами. Я как сделаю, ну, страниц 40 примерно. Я смотрю, какой шрифт высоты, чтобы с тем, который вот здесь вот, совпадал тот, который у меня. А у меня здесь вот стихи. Так. Номер один. Стихи. Где он у меня тут? Ну, вот он есть сейчас. Вот последний раз стихотворение. Поезд из Барнаула. Вот я ехал из Барнаула. Проезжаем Сверглас, город крови. Здесь убили лучшего царя. Этой крови никогда не скроют. Он пою, как мученик-герой. С ним расстреляна и царская семья. Дни прошли и шесть десятилетий. День июльский в памяти встает. Девушки невинные, как дети. Цесаревич. Все на том уж свете Пред царем небесным предстают. Седьмирица Агнесов злоторунных Через Голгопу путь нам указуют. Среди тапов пересылок трудных Принимать, как царь, удары грудью, Не ропща на ущисть свою злую. 11 января 1983 года. Поезд Божьему, Москва. А вот дальше стихотворения, но они не точно по датам. Это из этой книги. Вот этой маленькой книги. Последний раз. Остановись сейчас. Последнее, последнее, последним. Какое слово. Вслушайтесь. У вас не склонятся молитвы на колени. Прощальный луч последнего заката. Ночь звездная. Последняя идет. Последний крик у птиц, зверей и гадов. Земной судьбы. Последний поворот. Последний взмах подбитого крыла. И поворот истории последней. На большее нельзя и не смогла. Последний конь. И конь тот будет бледный. Как это страшно будет там. Но все, что мир перестрадал в исканиях муки. Все позади и настал за все расчет. Напрасно звать заламовые руки. Последний крик отчаянной мольбы. О, этот крик последней катастрофы. Все в прошлом, все. Но можно ли забыть тот крик оставленности распятой голгофы? Падет слеза последняя во тьму. И утро новой встречи прояснится. Забудут гады ужасы. Глады ужасы. Войду. Но в страхе всем Иисусу поклониться. Невольники, пленники греха. Увидят бывшие возможности спасения. Все позади. Двенадцать на часах. От прошлого разорванные звенья. И будет миг последней моготы. А дальше все не в мощь и не по силам. Никто, ни царь, ни вождь, ни богатырь не скроются на дне сырой могилы. Архангельские трубы потрясут моря и горы, созывая всех. Пришла пора, настал последний суд. За грех неверия, за отступление грех. Для грешников таким Христос отобразится. Гнев пламенных очей и меч в устах. Ни день еще. И время есть молиться. Без самой малости. Двенадцать на часах. Это я написал 19 августа 1983 года. Вот если это просчитать так, чтобы человек понимал, оно может кое-кого пробудить. Вот я его сейчас переписываю, эту цифру переношу, оформляю, просматриваю, копирую и в отдельную папку. Себе. Эти папки сейчас я по 10 стихов рассылаю. А потом, когда закончу, открою, тогда полностью книгами могу пересылать. Людям. Вот простой фруктов, но им прислали чемодан. Ну что, это я по порядку беру. До чего я дошел здесь? Дошел. Ну, страница примерно 73. Ну, а тут она может быть 80. Мне надо будет подогнать. Я сейчас сделаю, потом сделаю как бы побольше шрифт. Это меньше шрифт. И тогда войдет примерно. Вот смотри. Привезли фруктов, чемодан. Ну и что? Мужчина один ездил, говорит, и домой решил привезти. Набрал сам. Был там, где там в санатории. Набрал яблок. Привез. Поставил. Через два дня посмотрел. Там есть гнилые. Говорит, ну, Даша, люди убедят. Вытащил. Следующий день он стал перебирать. Еще гнилые это. И переложил. Получилось, что я чемодан перебрал. И ни одного целого яблока нет. Вот у меня эта история была. Так, я это сейчас курсив уберу. И подчеркиваю. Фруктов нам прислали чемодан. О, что ж такое? Надо думать, отбирали там. Тех не хуже, что от ветра пали. Есть на многих точечки одна. И когда их разрезать мы стали, гниль и червоточина видна. Внешний вид случается обманщик, вскрыть способен сущности ядро. Пайенькаю с мамой этот мальчик. Без нее же она ломает дров. Ах, какая ныне молодежь. Элегантность, галстук и штиблеты. По ночам же вынимает нож и живого сделает котлету. Чисто выбрит белые манжеты. Женихом любуется родня. Свадебные трели все пропеты. До развода не живут и дня. Черви, черви. Всюду в человеке. А снаружи яблоко блестит. От коллег духовные коллеги. Из героя вырастет бандит. Через сомнения возрастет неверия. Сгнило все извне и изнутри. Выход есть в Христа скорее поверить. За Него страдай ты и умри. Сам ты, червец, праха истления. Поспеши. Живешь ведь не века. Только поспеши без промедления. Выйдешь из глухого тупика. 14 мая в 83-м году. Вот такое дело. У меня спрашивают иногда, вы кому-то подражаете? Чтобы я подумал, мне нравится, я буду подражать. Нет. Нравится Расул Гамзатов. Нравится. Самый любимый поэт у меня, который я запоминал, считал, это Семен Яковлевич Натсон. Ну, вот столько стихотворений. 4 тома по 800 страниц. По 800 страниц стихотворений вообще нигде я не слыхал даже. А больше маленькими, ну, там, 120 страниц выпускает книга. Ну, она книга. Ну, страниц-то. Да и стихи-то бывает. Два куплета на одной строчке. Перейдем, он у Пушкина где. Все. А у меня все одинаково. 36 строчек. А как, говорит, берете тему? Все. Вот я смотрю, окно, голуби. Ну, о чем угодно спроси. Есть стихотворение. Во время молитвы, у меня, я говорю, как бы строка проплывает вот так. Внутри там. Я на молитве прям сразу быстро записываю ее. Быстро записал. Вот можем потом сейчас вызволить кое-что проиграть. Вот Святая Русь. Вот смотри, вот как она рождается. Я сейчас это дело открою маленькой. Так, открыть. Дальше. Надо зайти. Ага, вот куда надо зайти. Это не это. События дня. Там у меня они уже набраны. Вот события дня. Вот примерно 78 положено на музыку. Вот так. Так, где она у меня здесь. Вот Святая Русь. Святая Русь. Ну, смотрите, как она выглядит в оформлении. Твои отца и сына Святаго Духа. Иногда, иногда, спрашивают, что означает слово Святая Русь. Мы отвечаем не потому, что на Русь святых было больше, чем в других местах, а потому, что святость была абсолютным нравственным идеалом для нашего народа. Сердце стучит. Сердце стучит. Вы говорите о былой России, Царях великих, собиравших Русь, Что всех иуд повесят на сие, Но я обратное вам предсказать берусь. Святая Русь. Нас заклинают хором. Святая Русь. Жилой будет жить, И детям нашим Не видать позора. Их будущее больше не страшит. Не знаю, для чего так лгать. Завучина цветаста и искусна. Прислушайся за каждым словом мать, Печаль веков щадит, И в сердце пусто. О, Боже, Прабоведников пришли В служении Богу На родном, на русском. Крещение духом водное в крови, Тернистый путь, И вход уж очень узкий. Не верится и верить вам грешно, Опровергать здесь нечего напрасно, Во всем всегда одно большое но. Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме, Не тысячекилометровое пространство, Но в покаянии и в сердце, и в уме. Пусть маленькое, но Христово братство, Святая Русь, когда была святая, Скажите дату, срок и имена, Во свете Библии патетика растает, Останется вино, вина война. Хватали все от севера до юга, До порта Артура, оспу островов. Все подгребли в саму тайку и в югу, И расплодили нехристия воров. О Боже, проповедников пришли, Служение Богу на родном, на русском, Крещение духом водное крови, Тернистый путь, И вход уж очень узкий. Кто хуже нас, сокровища земные, Транжирит, жжет и рубит по весне, Мы опостырли от века и до ныне, При Балтике, Татарам и Чечне, На нашей земле вожделенье зависть, Облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, Там добровольца запись, У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли, Служение Богу на родном, на русском, Крещение духом водное в крови, Тернистый путь, И вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренное нам Не Русь святая, а герои веры, Народы им понесут Евангельский бальзам От коммунистической заразы Химеры. К чему вы обольщаетесь с англоном? Вот одно стихотворение. А их сколько положено на музыку, вот оно и все еще продолжается. Собрано. Ну, собрал это Виктор Николаевич Савченко. Ну, о чем, допустим? О кошке, о собаке отдельно, О корове, о лошадях, о видимом мире. О Боге, о правителях, об ангелах, О дороге, о небе, о звездах. Обо всем. 3 тысячи 467. Тут сейчас легко статистику взять. А много это или мало? Это у меня написано за 9 лет. Вот взять, за всю жизнь написал сколько Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Александр Блок. Так у них еще поменьше получается. Вместе собрать. Даже не верится. И у меня черновики написаны. И ни одной побарки нету. Все пишется с чистого листа. Как это может быть? Я своими их назвать не могу. Во время моления вдруг я вижу строка. Бывает, молиться еще утром не кончили, у меня вторая строка плывет. Я тут же на бумагу раз. А после этого хоть глаза завязываю. 35 строчек. Это 9 куплетов. 9 и 4 и 36 написаны. И каждое бывает напротив каждой строчки. Откуда взято. Никогда в мире это никто не делал, не писал. У меня смотрели, говорят, это не мои мысли. Тем более, говорят. Как вы знали? Ну я написал. А теперь я знаю, что написано. Я теперь спокойно рассматриваю. Зная Библию, я на память знаю это. Я беру и 36 мест Библии надо открыть. На одно стихотворение. Глава и стих. Я туда захожу. И вот ставлю это дело. Как хорошо или плохо, я не сужу это. Главное, что я выразил то, что она страдала. Болеет. Вот я сейчас посмотрел. Меня тут болезнь такая проверяли, ходили. Я никогда не думал. Барнаул небольшой город. 621 тысяча. Сколько больных. Прямо буквально забиты все. Маленький коридорчик. 30 человек сидят. Ближе полтора метра не заходить. А на скамейках сидят все вместе. И везде женщина, мужчина. Полтора метра. И сколько людей. Да вся Россия с костылями. Это как же столько. Это я был первый городской. Краевой больницей. Краевом. Там все где дают. Только справки. Кабинетов сколько. Там 5-9 этажные здания. Все переполнено. Это как же так. Но самое главное. У меня сейчас кто-нибудь спросил бы и сказал. Ну а какой опыт вы приобрели духовный. Что вот ходили. Меня водили. Снимали все. И рентген. Ноги у меня. Колени заболели. Колени. А до этого была. Кровь шла. И... Я бы сказал. Врачей надо переучивать всех. Они с чисто профессиональных глаз. Дальше ухо не трогают. Ухо, горло, нос. Другой. Сердце там терапевт. Другой. То есть человек. Божье творение такое. Что надо учиться не 5 лет, а 6 лет. Да еще только отдельную часть знает. А другой. Нет, нет. Я не специалист по этому. Вчера мы были. О, кулисты здесь. Ну мне же справки нужно дать. Там на пенсию. Не пенсию, а на инвалидность. О. Ну и он нанимается в другой больнице. Приходит здесь. Ладно, вчера очень хороший врач был. Беседовали столько. Говорили. Главное это определить причину болезни. Ни один не спрашивает. Посмотрят. Или как у меня ток проходит. Под проводами опутали. И что-то он там делает. Все ноги, пальцы. По отдельным пальцам буквально узнает. Это надо, значит надо. Но он еще не узнал. Он написал. Да, норма. Соединение, нервы. Все есть как надо. Другая вчера возили куда-то. Она невролог там или кто. И она вот так вот. Смотрите сюда. Сюда руку. А теперь за меня смотрите. Теперь туда. И переколотила. И даже справку не дали. Маленький такой молоточек у нее. Она на работе. Она деньги получает. Ученики, когда увидели, что человек родился слепой. Он только одно спросили. Не то, что были слепыми. А кто согрешил. Согрешил. Маме нужно было операцию делать на глазах. Мы идем впереди. Идет группа. Там человек шесть. В халатах. А мама. И матерятся. Ну, женщины, видать, девушки. Может и не девушки, мужчины. Кто? Студенты пятого курса. Идут по территории больничной, городской горбольницы. Матюгается. Никто ни на кого не злится. Это просто речь такая. До связки слов. Гнусность связывает мерзостью. Кто согрешил он или родители? А мне бы сказали. Ну, а вы как думаете? Не знаю. Кого Бог любит, то он оказывает. Я бы эту фразу взял. Ну, а ходил куда? Ходил где-нибудь, может, воровал. Поэтому многие... Может быть, и воровал где-то кто-то. Как когда-то. Я не воровал. Наш отец был чуть-чуть верующий. Он говорил. Хочешь, сынок, курить? Кури. Хочешь пить? Пей. Но не воруй, и карты не играю. Узнаю, башку отшибу. И мы знали, отец был очень крутой. Он со мной рукой был после фронта. А с фронта пришел. И поэтому мы этого боялись. А как? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я проехал на машине, а там-то мы все ходили. 120 тысяч километров. Этими ногами я и сходил, ну, примерно, примерно так, ну, тысяч десять километров. Тысяч десять. Потому что в разных типографиях брал бумагу, которая брошенная, переплетал в разные организации, носил с детства на поле пастухом, был 12 километров школа, туда-обратно, все это пешком. Это посчитай, сколько было. А где согрешил? Ногами? Не знаю, я не могу сказать. Я только благодарю за то, когда они у меня не болели. Вот утром выгоняем коров босиком, обуви нету. Десять детей было в семье, живых только. Корова оправится, лепешку. Я подскочу, у нее встану, тепленькая. Стою, жду, когда следующая оправится. Помню, я прибежал в школу, то ли на мне ничего не было, или что, снег выпало босиком. Вообще ничего не было. Ноги под себя поджал, и все. Мои ноги многое перетерпели. Тем более, когда там в холодильнике меня держали, когда арестовали. За дело Божие. Поэтому ноги мои послужили мне. И вот сейчас я в таком положении. И вижу, что опухоль с левой ноги у меня почти опала. О как. Ну, еще утрами гимнастику делаю. Вот так вот заворачиваю. А потом тут материю вжгут. И нужно вот так вот. Медленно. Я не могу медленно. Не получается. А вот здесь, да, получается. Вот благодарю Бога, что сегодня могу сидеть. Готовить материал. А потом я как-то сказал, кто ходит у нас на занятия. В университет я там вел занятия. Как пришли к Богу в общину. Восемьдесят, кажется, четыре человека. Это интересные такие биографии. Я до них доберусь. Сейчас со стихотворениями закончу. Но это месяц примерно надо будет мне. А может меньше. И тогда займусь этими биографиями. То есть у меня все время работа идет. Благодарю. Я бы другие мог дать. Это сами найдете. Зарядите. Игнатий Лапкин. Поэзия откроется. Особенно, если зайдете в Википедию. Два слова Википедия. Игнатий Лапкин вставьте. И там все. Если найдете эти стихи. Хорошие или плохие. Ну, не мне рассуждать. Но люди приходят. Как пишет доктор богословия Павел Бочков говорит. По-разному к Игнатию Тихоновичу относятся. А тысячи людей, которые пришли к Богу. Куда вы денете? И пришли к православию. О, видишь, как паркует. Покажи. Ух. Это он нападает на нее. Крается. Видишь? Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Польза от вас никакой. Вы беззащитны. Не клюните клювом. Об этом особой строкой. И все библейское взято. Как они в плену бывают. Как воркуют. Вот такое дело. Кошка. А кошки тоже египетское чудо. Как иногда она залезла у меня в голубятню. Там счет навела. Побил. Потом мы миримся. Вот так. Вот меня иногда спрашивают. Ну, а кому вот ваши стихи столько? Какому-то поэту они похожи? На кого-то такое похоже? Бальмонт. Константин Дмитриевич Бальмонт. Вот на его стихи мои похожи. Даже очень. Видишь, как они стоят? И как тогда? Да никак. Я просто не считаю, что это. Ну, готовлю к изданию. Четырехтомник. Может быть, удастся издать его. Иногда вопрос такой задают. Обычно там Пушкин, другие пишут о женщинах. Особенно Есенин. А вы писали где-нибудь? Я говорю, писал. Ну, все, девять куплетов. Ну, первый куплет такой. Я женщинам всем благодарен и в досталь, Которые мимо меня, не заметив, прошли. Взвинули лишь коса. Змеей струили щекосы. Заноза в них не вошел. И нечего товара шить. И последний куплет. Это девять куплетов. Последний такой. Что вокруг чистая сестра, Обстиран, докорман, На шатком своем табурете, Как в кресле. И ум мой блудом неисточен, По-прежнему острый. Вот так. На третьем этаже кошка, На втором голуби. А на третьем столовая там у них. Молит два голубенка, Чтобы не замерзли, А я их вырастил здесь. Вот они. Два раза в день тут закрываю кошек, Прячусь под пол, И они у меня тут летают. А когда тепло, Володя их туда... О! Видно, как он отшибает крылом? Не могу определить, Который он, который она. Они из одного гнезда. Вывелись, а уже холода были. Зима наступала. Ну, я их в комнату. Вот, Володя, спрошу, Не помешают тебе? А он, нет, готов угодить. Вот он идет. Ну, все, тогда. Все, слава Христу. Поехал.